МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортсмен из Карачаева-Черкесии Дамир Гумжачев отобрался на первенство России по боксу. Это стало возможным благодаря его удачному выступлению на всероссийских соревнованиях «Юность России», где он провел три победных поединка в весовой категории 75 килограммов. Команда из Карачаева-Черкесии впервые завоевала медаль на первенстве ЮФО и СКФО по волейболу среди девушек. Наши спортсменки заняли почетное второе место. В конце февраля этого года в городе Казань прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях принимали участие более 700 спортсменов из 76 регионов Российской Федерации. В составе сборной команды Карачаева-Черкесии выступала спортсменка Стефания Кириллова. Девушка завоевала почетное второе место. Как прошли состязания и каким стартом сейчас готовится спортсменка? Подробнее в нашем сюжете. Захват, бросок, болевой. Для юной Стефании это рутинная работа на тренировке. Несмотря на то, что она единственная девушка в этой секции дзюдо и самбо, в своей борьбе она не уступает ребятам. В 15 лет Стефания имеет второй юношеский разряд по дзюдо и звание кандидата в мастера спорта по самбо. Трудно поверить, но в жизни спортсменке все могло сложиться иначе. Если бы не одно судьбоносное решение. В 7 лет меня мама отправила на танцы. Там было два зала. В соседнем зале занимались дзюдо. И после танцев я увидела этот зал и сказала, можно мне туда пойти, я хочу там заниматься. И вот так я на протяжении 8 лет уже в этом спорте. Выступление на минувшем первенстве России по самбо не было для Стефании дебютом. В 2022 году она уже становилась победительницей национального турнира. И в этот раз она смогла продемонстрировать свое мастерство на самом высоком уровне. У меня весе было 33 человека. Я сделала 7 сматок. Одну я проиграла, но собралась мыслями и выбрала эту девочку уже в финале, которой я проиграла. Было очень тяжело, потому что очень много людей приехало из разных городов. А также девочки были очень сильные. Но я верила в себя и знала, что я еду за победой и стану только первой. Как рассказывает тренер Стефаний Тимур Наптугов, в своей подопечной он не сомневался ни на секунду. Потому серебряная медаль для него не стала неожиданностью. По его мнению, у этой спортсменки есть все задатки будущего чемпиона. Работаем с ней. Очень характерная девочка. Очень такая с силой воли девочка. Постоянно стремится только вперед. Я вам скажу так, что она может даже и для многих пример. Как единственная девочка, которая всегда хочет быть на высоте. Отличные борцовские качества в Стефании ценит не только тренер, но и все воспитанники школы. Особенно ее партнер по тренировкам Анзор Сонов. Как признается спортсмен, поддаваться Стефании не приходится. Она сильно борется, вы ее видели. Она очень талантлива. И вот то, что у нее рвение к победе. Из-за этого она смогла победить на России, выиграть из КФО. Сейчас Стефания готовится к предстоящему летнему первенству России, которое пройдет в городе Кстове и параллельно восстанавливается после небольшой травмы. Девушка уверена, что на этом состязании она покажет самый лучший результат. Медалями различного достоинства нашу республику радуют не только боксеры, самбисты и дзюдоисты, а также токвандисты. Сегодня у нас в студии присутствует победитель первенства России потокомандо ВТФ Амир Выков и его тренер по совместительству, главный тренер нашей сборной Рашид Ахмедов. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Спасибо. Хотелось бы поздравить вас с победой на первенстве. Это серьезное достижение для всего спорта нашей республики. Но прежде чем мы поговорим о состязании, которое прошло в Анапе, хотелось бы немного рассказать нашим телезрителям о тебе, Амир. Как так получилось, что ты выбрал данный вид спорта? Как давно этим занимаешься и каких успехов уже успел достичь? Я занимаюсь уже 7 лет. Сначала старший брат пошел, но я за ним пошел. Я выиграл три раза Россию и один раз Европу. Серьезные. Такие уже в 15 лет серьезные звания. Рашид, вы, как никто, наверное, знаете своего подопечного. Хотелось бы узнать, какие сильные стороны, как у спортсмена, у Амира есть. Что бы вы вообще могли о нем сказать, как о спортсмене? В первую очередь, хотел бы сказать, что результат этот не случайный. Почему? Потому что результат приходит тогда, когда есть в первую очередь дисциплина. Самая дисциплина у спортсмена. Что касательно Амира, человек добивается результатов благодаря, в первую очередь, своей дисциплине. Серьезному подходу вообще ко всем аспектам в подготовке. Что касается тренировки и питания, и режима, это самое главное. Поэтому этот результат возникает не на пустом месте. Именно вот такой подход дает свои плоды. Поэтому также хотелось бы, чтобы побольше спортсменов именно были самодисциплины и знали, к чему они идут. Мечта Амира, как он всегда говорит, это Олимпийские игры. Постоянно повторяет. То есть это, как говорится, если ты хочешь стать Олимпийским чемпионом, значит, кто-то мечтает стать, грубо говоря, чемпионом России. Это его предел, да. Ставишь цели. Ты поставил цель стать чемпионом России, можешь и не стать чемпионом. Если ты выше планку ставишь, то тогда все вот эти проходящие соревнования, как первенство чемпионата России, они все являются ступеньками именно к его мечте, к Олимпийской медали. Ну, наверное, поэтому у него сейчас так это все получается. Ну, не зря говорят, да, медьте в звезды, попадете в луку как минимум. Наверное, согласно такому принципу, бывает такой результат. Ну, как уже нам рассказал Амир, в принципе, мы уже знаем, что он не первый раз становится победителем первенства страны. Но, тем не менее, хотелось бы узнать, как прошли эти соревнования. Сложно ли было, какая подготовка перед этим была и были ли какие-то знакомые, может быть, соперники на данном состязании? Да, у меня было пять боев. В финале дрался с представителем Дагестана. С ним мы уже три раза дрались. И на последних соревнованиях до России я ему проиграл на СКФО. Потом подготовился чуть под него и выиграл на России. Собрался, да, перед таким вот состязанием. Рашид, ну, а вы как тренер ожидали, чтобы быть такой результат после некого поражения, так скажем, на СКФО? Ну, конечно, мы, в принципе, мы готовились к этому. Немножко была скорректирована подготовка. Опять-таки, там, как я уже говорю, бывает, спортсмен на пике тяжело постоянно находиться. Где-то бывает спад. Вот на спаде перед первенством России немножко у Амира был спад, чуть приболел. И вообще после сгонки веса на несколько турниров подряд организм немножко дает сбой. Поэтому максимально мы не выжимали этого, сосредоточились только на результате, на главном результате этого сезона. Это для него, это первенство России среди юниоров. И подготовились, скорректировали правильно и весом более так, потому что сгонка идет. Сгонка веса идет. Полегче, да? Да, полегче было. Он немножко сбалансировал сам. Самир, на твоем, скажем так, профессиональном опыте, какая самая яркая твоя победа была, которую ты запомнил и которая была для тебя самой драгоценной? Может быть, это и не самый высокий турнир по значимости, но тем не менее, когда ты испытал это чувство эйфории и понял, что хочешь побеждать. Это было, когда я первый раз выиграл в Россию. Я сам не верил долгое время, что я это сделал. Но вот тогда у меня прямо такое чувство было. Первая медаль, да? Да, первая медаль. Такого уровня, да? Да. Сейчас вот прошло большое состязание. У вас наверняка какой-то период восстановления идет. Как вот сейчас проводите тренировки и, собственно, какие планы на ближайшее будущее? Ну, сейчас, да, прошли первенство. И первенство среди юниоров 15-17 лет, и первенство среди молодежи до 21 года. Сейчас тренировки продолжаются, потому что останавливаться нельзя, но немножко поменялись. Да, где-то игровое, где-то подтягиваем какие-то технические пробелы в технике. Есть время немножко. Это где-то физически. Ну и полностью, чтобы выключаться с тренировочного процесса, такого нет у нас. Предстоит Кубок России среди взрослых. Еще ряд турниров всероссийских. Это Кубок Рязанского Кремля. Подготовка будет вообще нацелена сейчас уже к основному старту. Это чемпионат России среди взрослых, который пройдет в сентябре. Что касательно Амира, у Амира сейчас предстоит тренировочные мероприятия в составе сборной России. Пять тренировочных мероприятий. Это на выезде. Три будет таких подготовительных. Один тренировочный сбор будет международным, как планируется. Да, ну и там как будет уже, не знаю, допустят, не допустят до первенства Европы. Это уже ближе к этому времени будет видно. Ну а так, в принципе, у него тоже сейчас уже план подготовки расписан со сборной России. Что ж, спасибо вам большое за такой содержательный ответ. Я еще раз хочу поздравить вас с победой на первенстве. Пожелать успехов на предстоящих соревнованиях, чтобы не только Амир, но и остальные наши спортсмены показывали самый высокий результат. Спасибо. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, я тоже прощаюсь. Увидимся совсем скоро. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин